В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Маргинцева. 1 июня отмечают День работников морского и речного флота. Чуть позже я поделюсь с вами своей информацией об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 18, плюс 20. В Ефремове плюс 18, плюс 24. В Белеве плюс 16, плюс 18. В Новомосковске плюс 18, плюс 24. По прогнозам на 1 июня температура в Туле будет колебаться от плюс 18 до плюс 25 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно, возможен дождь с грозой. Влажность воздуха составит 80-90%. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Магнитосферы Земли спокойные, магнитных бурь не ожидается. На это время приходились древнерусские ерилины игрища, которые со временем превратились в ярмарки и походы в гости. На сегодня у меня вся информация о хорошей вам погоде. С вами была я, Мария Мардинцева. Увидимся с вами завтра в это же время. Сегодня, когда страна демонстрирует мощь, выступает гарантом мира и спокойствия. Когда огромные силы брошены на перевооружение страны, служба в армии – выбор настоящих мужчин. Те, кто не боится трудностей и смело смотрят вперед. В сложившейся политической обстановке мы должны продемонстрировать всему миру единство русского народа в стремлении защищать отчизну. Как отметил в своем послании наш президент Владимир Путин, в России создана современная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине офицерский корпус. Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности – эти качества были присущи не только героям Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки и правнуки отдают своей жизни, выполняя воинский долг. Они становятся примером для новых поколений, примером верности данному слову, выбранному пути, присяге и воинскому долгу. Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Олег Пешков – таких военнослужащих нет и не будет ни в одной армии мира. Будем же достойны памяти героев России, сохраним и приумножим славу нашей армии во имя мира и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова